Ну что ж, тогда начнем наш разговор, который, в общем, звучит так, несколько по-медицински, несколько так таинственно и, может быть, несколько заумно. Тем не менее, поговорить об этих системах надо. Поэтому о большой защитной системе и лимбической системе поговорить придется, поскольку тема такая, очень часто встречающаяся, не с такими названиями, но тем не менее, эта система, которая является нашим генеральным руководителем всего организма, и практически эта терминология пришла опять же, предложена была нашим коллегой по нетрадиционной медицине, это Риквегом, это большая защитная система, она полностью соответствует обычному нашему понятию, понятию психо-нейро-иммундо-эндокринная система. То есть это практически система нашей глобальной защиты, позволяющая организму не только руководить всеми органами и функциями нашего организма, добиваясь состояния здоровья и ухода от болезни. Это система, которая соединена друг с другом, а нервная, психо-неврологическая и эндокринологическая системы, если так взять в рамках этой классической формулировки, имеют даже общий руководящий центр, располагающийся в подкорке, в гипоталам-гипофизарной системе, системе эпифиза, которая своими веществами как раз и руководит функциями этих двух гигантских систем нашего организма. А иммунная система, конечно, не имеющая центр такого, как эндокринная или психо-неврологическая система, тем не менее, представляет собой, как вы знаете, мощную защитную систему с большим количеством системы неспецифической и клеточной защиты. Она вместе с этой системой составляет, как говорят иногда гомеопаты, систему большого треугольника, такого бульмени равнобедренного, равностороннего, будем даже говорить, вот это вот равновесие между этими системами и составляет тот самый баланс защиты от болезней, которые делают наш организм стойким и выносливым к воздействию внешних и внутренних вредоносных факторов. Вот перед вами картинка, которая и благополучно помогает понять, о чем идет разговор. Все три системы представлены на своих местах и добавлен еще матрикс и система основной регуляции. Чтобы договориться о том, что мы будем с вами говорить на общепонятном человеческом языке, я сразу хочу вам внести необходимое пояснение. Да, нервная система само собой, эндокринная система само собой, психовегетативная система, имеется в виду вегетативная нервная система и психические функции ЦНС, а матрикс и система основной регуляции – это как раз и клетки, и околоклеточное пространство со сложной системой различных соединительно-тканных волокон, трубочек, которые позволяют клеткам находиться не просто в жидком пространстве, но иметь каркас, который располагается вокруг каждой клетки и либо очищен. И тогда мы считаем этот околоклеточный матрикс – сеть соединительной ткани, которая очищена, здоровая, и клетки чувствуют себя в этой ситуации бодрыми и здоровыми, даже молодыми, или заболочены токсическими ингредиентами, и тогда вокруг такой клетки находится буквально, как говорят, стоячий болоток, и дренаж не осуществляется. Вот что такое дренаж, который должен быть. Положительные вещества, питательные кислород и, скажем так, антитоксические и антипаразитарные вещества доставляются с одной стороны, и тогда клетка открывает свою оболочку и пропускает внутрь непосредственно питательные вещества, сбрасывая в околоклеточный матрикс же продукты своей жизнедеятельности и дренаж, если он работает приточно-отточным методом, удаляет из околоклеточного пространства все токсинов, паразитов и продукты жизнедеятельности, даже отломки погибших клеток, которые отслужили свой век. Вот, собственно, то, что представляет собой система регуляции околоклеточного матрикса. Вы, естественно, должны обратить внимание, что матрикс и его состояние околоклеточного пространства с системами регуляции, они связаны тесно очень с большой защитной системой нашего организма и без чистоты околоклеточного матрикса, его правильной защиты, поскольку все системы как раз состоят из клеток. И выбросить из этой системы большой регуляторный треугольник или большой защитной системы организма невозможно. Представьте себе иммунную систему, клетки которой зашлакованы и не работают. Тогда вся система нашей защиты падает под откос. Поэтому на прошлом семинаре мы с вами начинали проблему очищения организма именно с очистки околоклеточного пространства и самих клеток. Естественно, закончив те программы восстановления и зачистки органов дренажных, органов фильтров и околоклеточного пространства, мы должны побеспокоиться уже и о системах регуляции и восстановить именно эти системы. Их не так просто восстановить, как восстановить, например, функцию печени, восстановление которой, тем не менее, идет очень тоже сложно и непросто. Но, тем не менее, нам придется биорезонансным способом восстановить не только общее здоровье организма, а оно, в свою очередь, восстанавливается путем активации и восстановления этой системы. Причем система должна работать не просто ритмично, она должна работать адекватно тем потребностям и запросам, которые необходимы данному конкретному организму в данной конкретной обстановке для обеспечения здоровья и баланса. Поэтому данные нам от природы способности организма к самовоздоровлению, самовосстановлению возможны только тогда, когда системы защиты именно имеют эту возможность восстановить свои резервы, восстановить резервы энергетические прежде всего, но и питательные. А питательные резервы возможно восстановить только тогда, когда биорезонансным способом, в частности, нашими аппаратами, мы восстанавливаем все энергетические потребности данной системы, которая, в общем, близка очень к системе работы, к электромагнитным колебаниям, практически все связи этих систем друг с другом и подконтрольными оргами осуществляются таким способом. Поэтому без биорезонанса добиться выздоровления от какой-либо болезни или не допустить рецидива того или иного заболевания практически невозможно. Если у большой системы имеются в достаточной степени вот эти функциональные энергетические и электромагнитные резервы, запасы строительного и энергетического материала, причем не только на уровне электромагнитных колебаний, необходимо еще иметь в организме достаточные запасы материала для построения ДНК клеток и восстановления их оптимальной активности в совокупности, потому что ведь организм – это не одноклеточное существо, и сама система восстановления, большая защитная система – это клеточные конгломерации, очень сложными разновидностями клеток, взаимоотношениями клеток, то возможность соединения всех трех систем в единое целое, подготовка клеток околоклеточного пространства, энергетическая подпитка и, соответственно, возможность восстановления активации ДНК клеток, то есть возможность избежать апоптозы, гибели клеток, поэтому вот именно эти возможности мы можем получить с помощью биорезонансной программы. Сегодня она одна, в отличие от предыдущих наших вебинаров, потому что цель у этой программы только одна – восстановить систему защиты. Мы с вами уже поработали над адаптацией всех систем и органов, очистить их от токсинов, шлаков и ядов, и теперь разговор идет о том, чтобы вернуть организму возможность адаптироваться, приспосабливаться, быть адекватным тем требованиям, которые предоставляют к этому организму, предъявляет и внешняя, и внутренняя среда. А раз организм способен приспосабливаться и адаптироваться, то он будет стараться не болеть, и вот эту способность не болеть мы должны сегодня постараться вернуть нашему организму. И действительно, вот эта вот та программа, о которой у нас с вами пойдет речь в дальнейшем, она позволяет вернуть организму, что такое функция. Функция – есть производная масса. То есть сколько клеток в данном органе существует, такую функцию, такой силы функцию, адекватную функцию, работу выполняет тот или иной орган. Поэтому обязательным условием адаптивности, защиты является восстановление полной массы, клеточной массы защитных органов, да и всех органов в целом. И тогда мы получаем адекватную, оптимальную для состояния здоровья соотношение функции и массы. То есть мы должны восстановить и обновить массу клеточных структур. Формирование долгосрочной программы, которую мы сегодня рассчитываем получить в результате проведения системы активации и восстановления большой защитной системы, и не только ее, она требует прежде всего урегулирования таких резервов, которых я уже говорила, это энергетических резервов, а их невозможно без восстановления каналов энергообмена и создания запасов именно жизненной энергии, а не энергии вообще. И кроме того, энергия циркулирует в человеческом организме, имеет не только физическое тело, но и несколько разнообразных других тел. Об этом мы пока сегодня не говорим, но это, в общем, разговор такой достаточно долгий и длинный, и не входит в разряд непосредственно биорезонансных программ, но тем не менее циркуляции по энергетическим каналам и меридианам следует помнить. Те, кто сторонники обыкновенной чистой медицины, школьной так называемой, прекрасно знают, что энергия циркулирует в действительности, и многие медицинские методы подтверждают это, циркуляция энергии в центральной нервной системе, в сердечные мышцы, сосудах и нервах, и точно по нервам. Все это давно уже доказано и не вызывает никаких сомнений. При дефиците энергии, которая характерна очень для большинства из нас, и организм не может производить новые, молодые, здоровые клетки, на месте поставить их тех клеток, которые устарели и уже просто погибли. И на месте погибших клеток очень часто образуются склеротические, фиброзные изменения, или вообще возникают новые клеточные структуры, которые по генетике своей совершенно ничего не имеют общего с организмом хозяина и являются примерами канцерогенного такого процесса в клеточной массе. Поэтому для того, чтобы обновить процесс клеточных структур и не допустить образования склероза, мы и проводим такие программы, запуская классические процессы старения и болезни вспять, не допуская вот этих прямых разрушений клеточных масс, которые очень характерны для людей, даже и очень молодых. Сейчас, к сожалению, это существует в настоящее время, как в действительности даже у детей встречаются все чаще болезни, которые раньше считались болезнями старения. Поэтому правильное функционирование клеточного баланса под чутким руководством, хорошо активированной и восстановленной большой защитной системы – это и есть состояние здоровья, а не состояние старения или болезни. Для правильного восстановления нашей большой защитной системы нам необходимо обеспечить прежде всего активность в ее высших нервных и гормональных центрах. Я уже вам говорила, что это центры гипофиз, гипоталамус, а эти особенные железы, особенно гипоталамус, являются поставщиком гормона молодости. Его часто называют гормон роста, соматотропный гормон, а чаще всего действительно гормоном молодости. С возрастом, так складываются обменные процессы в большой защитной системе, организм старается поставлять все меньше и меньше этого гормона. Определенный смысл в этом есть, потому что гормон молодости является стимулятором клеточного деления. Примым. И если поставлять его в таком же количестве в кровь, как у внутриутробно размножающейся клетки эмбриона, или, например, растущий бурно организм детский, или наш с вами уже организм, это большая разница, потому что в нашем организме нерегулируемое деление клеток и появление молодых незрелых клеток в большом количестве, это риск заболеть очень тяжелой и опасной для жизни болезнью. Поэтому излишняя стимуляция гипоталамуса и гипофиза, она и невозможна, и никакой организм на это не пойдет. Поэтому риска нет никакого. Но дело в том, что без этой стимуляции обойтись невозможно с другой причиной. Уменьшая поставки гормона молодости, в конце концов, можно скатиться до 10-5% от нормы возрастной, где-то обычно в возрасте после 40 лет начинается постепенное снижение от где-то 70% к 30-40 годам от растущего организма, где 100% поставка гормона роста, постепенно скатывается к 50 годам, до 15-20%, если организм начинает болеть, стареть, и активно появляются болезни старости, такие как атеросклероз, изменение памяти, различные заболевания суставов и различные заболевания нервной системы, очень часто тяжелые. Поэтому если мы решили с вами быть здоровыми и не допускать этих болезней вообще, а не в определенные возрастные структуры, мы должны четко себе представлять. Активация гипоталам-гипофизарной системы, она необходима, безопасна, но не надо целый день ходить с аппаратом, который стимулирует эту систему. Имеется определенный предел, который ставит сам организм, и вместо ожидаемой активации вы получите обратный результат. Такое тоже возможно, поскольку система тонкая, и как вы видите, связанная с ЦНС, с вегетативной нервной системой, и главное с гормональной, которая сама тоже участвует в обменных процессах, регулирует обменные процессы, и также связанная с гипоталамусом и гипофизой, своими гормонами. И поэтому, если вы хотите быть здоровым, то нужно все делать умеренно и включить эту программу в общую программу восстановления всей системы, но не прямую программу стимуляции гипоталамуса, гипофиза. И как говорят некоторые наши, и пишут даже некоторые наши пользователи, гонять программу. Не надо ничего гонять, надо просто спокойно и дисциплинированно выполнять те задания, которые вы перед собой ставите с помощью биорезонанса, шаг за шагом, ступенька за ступенькой двигаться по проблеме от болезни к здоровью. Иммунная система, иногда ее еще называют шестым органом чувства. Поэтому действительно она своеобразный орган, не привязан к какой-то определенному в детском организме растущем, это тимус. У нас это школа иммунной системы вилочковой железе, но это отнюдь не центр иммунной системы. Поэтому в подкорке есть особая система, которая выполняет много разнообразных функций, и называется аналимбическая система. Она работает, очень выполняет огромную работу. Прежде всего ее открыли как центр восприятия, вот вы видите на картинке запахов, ароматов, получения информации этим способом и управления организмом этим способом лежит в основе аромотерапии. Поэтому работа с центром лимбической системы, она связана и с работой аромотерапевтов. У нас лимбическая система будет интересовать еще с другой стороны, кроме работы с этими, скажем так, центрами, которые она имеет, центр обоняния. Лимбическая система еще и связана с иммунной системой. Она своими веществами, своими рецепторами связана с иммунной системой каким образом? Она помогает иммунной системе распознавать своих и чужих. Если иммунная система работает именно вот в этом аспекте недостаточно правильно, то она может нападать на собственные клетки и ткани. И тогда формируются тяжелые аутоиммунные процессы. Или наоборот, как говорят, еще носить розовые очки и пропускать клетки чужие, онкоопасные. И поэтому активность лимбической системы с этой стороны является теснейшим связующим фактором с иммунной системой. И если мы сумеем договориться с этой системой, то воссоединение ее связи с иммунитетом это как раз та часть работы, которую не могут выполнить ненейропсихическая активность нервной системы ни эндокринная система отдельно взятая. Снижение активности лимбической системы ведет не только к тем процессам, о которых я уже говорила. Помните, у нас в прошлом вебинаре был такой токсический фактор. Это психоневрологическая составляющая, которая очень негативно влияет на наш организм. И даже в программе восстановления организма после очищения от токсинов мы ставили с вами программы, регулирующие эмоциональный фон. Поэтому эти программы они и как раз являются и помощью с одной стороны лимбической системы, поскольку именно она является центром эмоциональных различных процессов, психических процессов и восстанавливает такую важную на современном этапе вопросы сексуальной активности, бесплодности и прочее. То есть она связана с важнейшими функциями нашего организма. Но кроме того, гипофункция этой системы с эмоциональным всплеском, раздражительностью, депрессией и прочим будет нам демонстрировать не только повреждение нашего психоэмоционального фона или возникновение синдрома хронической усталости, но и тем, что это тяжелый иммунодефицит. И со своей стороны мы еще раз видим, да, активность иммунной системы это связано с эмоциональными процессами и психическими процессами, неизбежно связанными друг с другом, но и иммунными процессами и дефицит гипосневожжения функции этой системы часто приводит к герпетическим инфекциям. Кстати, если у человека обостряется несколько раз в году или вообще имеется склонность к повреждению органов и тканей герпесом, который повторяется не один раз и протекает иногда, несмотря на видимые эффекты, вновь возникают какие-то обострения, то это чаще всего как раз и демонстрирует, что да, у человека иммунодефицит, связанный с гипофункцией лимбической системы. А герпес вообще инфекция особая, он постоянно с нами и постоянно паразитирует непосредственно в структурах самой нервной системы, иногда добираясь даже по функции тяжелых таких проявлений до самой подкорки, и тогда возникают системные заболевания. Таким образом, мы уже говорили, что вот да, нервная система эндокринная требует прежде всего подкрепления энергетическими веществами, естественно, структурно-материально, материалами по синтезу ДНК, то есть работа с клетками, то если мы хотим активировать лимбическую систему, нужно восстановить не только саму систему как таковую, то есть провести прямые программы, они у нас есть, это лимбический центр, лимбическая система, нам необходимо, естественно, вставить для выравнивания эмоционального и антидепрессивного эффектов со стороны ЦНС программы, которые прям так и называются, которые мы увидим в нашей программе, поэтому этот способ простимулировать как ни странно, не только центральную нервную систему, но и способ создания барьера против вирусов и против онкологического стимуляции иммунитета методом биорезонанса, он такой малоизвестный, появился в общем совсем сравнительно недавно, лимбической системой заинтересовались в основном прежде всего психиатры в начале и невропатологи, а потом оказалось, что да, действительно, иммунологи заметили, что влияние на эту систему позволяет не только воспринимать приятные запахи и создавать у себя приятное настроение, но и поднимать активность противовирусной и противораковой защиты иммунитета как такового. Действительно, обе системы, и лимбическая, и большая защитная системы, выполняют одну и ту же программу по защите нас от всяких вредоносных агентов и факторов, как изнутри и снаружи. Поэтому нет никакого такого логического и медицинского показания для того, чтобы разделить эти системы отдельно. И необходимо не только возобновить и активировать нервную эндокринную систему, но и иммунную, и в том числе и не забыть о лимбической. Поэтому если мы сделаем все это в комплексе, учитывая все вышеперечисленные факторы, учитывая клеточные иммунитеты, прочие другие необходимые энергетические процессы, то мы реально обладаем способом, чтобы отодвинуть как можно дальше от себя такие неприятные заболевания, как рассеянный склероз, онкозаболевания, и отодвинуть сроки старения. Они у нас уж очень ранние. Человек в 50-70 лет практически чувствует себя разваленной очень часто. Это совершенно неправильно, и такого не должно быть. Поэтому если человек болен, то одна из этих систем видимо работает плохо. И нам нужно их восстановить, воссоединить их в работе, и связать с теми системами организма, которые являются подотчетными этим системам. А так как системы руководят всем организмом, мы добиваемся восстановления здоровья на уровне всего организма. Это уже не такие теоретические разговоры, это практическая необходимость. И вот перед вами вы видите программу, она довольно не совсем скажем так длинная, мы обычно привыкли к программам 40 дней, 60 дней, а эта программа довольно короткая. Но я вам хочу сказать, что действительно 28 дней, мы сейчас еще пройдемся по программе, посмотрим, как она устроена, но тем не менее 28 дней, то есть около месяца примерно выполняется эта программа. И если вы хотите добиться достаточных результатов, то вы должны ее повторять. Причем в году может быть есть смысл повторить 2-3 таких курса с тем, чтобы ваша система руководящая, большая защитная система, с примыкающей к ней лимбической системой была не только восстановлена, но и активирована. Вся система заработала как единое целое. Для этого одного цикла программы конечно явно недостаточно. Поэтому несмотря на вот такие короткие периоды, этапы, по 7 дней каждый, вы должны четко представлять себе. Структуры тонкие, они не допускают давления излишнего, даже биорезонанса на наши клеточные системы, большой защитной и лимбической. Их нужно тренировать. пусть они работают. Все мы стараемся не болеть, тем или иным способом поддерживаем наше здоровье. Мы четко должны себе представлять, да, действительно, лучше выполнять почаще, чем устраивать одну бесконечную длительную программу, которую выполняют наши пользователи иногда, и ждать немедленный результат. опять получил письмо на электронную почту, когда человек пытается доказать мощь нашего аппарата, он берет очень неудачное заболевание и пытается за три дня его ликвидировать, показать, как его аппарат быстро и четко вылечивает этого заболевания. Но, к сожалению, чудес не бывает. Организм аппарат сам по себе тонко настраиваем. И одна программа, которую даже две ты пытаешься особенно против паразитов выполнить в течение трех дней, этого мало. Естественно, вы прекрасно знаете, что любые паразиты внутренние или внешние находящиеся на коже у человека, особенно из разряда клещей, они очень плохо поддаются коррекции и требуют в конечном итоге они вы получаете то, что хотите, но выполнять приходится не только противопаразитарную составляющую, но еще и поддерживать ее комплексом восстановительных программ и делать это приходится не один месяц, поэтому особенно экзопаразиты, они очень трудно соглашаются расстаться с лакомой добычей, поэтому не обещайте скажем так своим пользователям или себе быстрое и немедленное выздоровление, это упорный труд ни одного дня и ни одного месяца даже и голой одна программа с прямым названием вам вряд ли удастся справиться с той или иной проблемой, давайте рассмотрим это на нашей программе, перед вами первый этап, казалось бы наша задача восстановить защитную лимбическую систему, но перед тем как начинать работать вы не знаете и я тоже не могу знать что за пациент перед вами, выполнял ли он ваше назначение некоторые признаются да не выполнял положил аппарат в сторону и вы то думали что он выполнил противопаразитарную и антитоксическую программу а он этого не делал и организм не очищен поэтому в любом случае при любом варианте наших программ мы ставим очищающую программу да вот перед вами глубокая очистка что мы производим благодаря этой глубокой очистке работы по выведению токсинов которая была или не завершена или вновь поступили эти токсины в организм процесс этот к сожалению он неприродные клетки живут так же как и живет человек у него определенное есть жизненный продолжительный цикл или после этого они гибнут и должны быть замещаемы а продукты их жизнедеятельности удалены поэтому глубокая очистка это как раз очистка околоклеточного пространства и околоклеточного матрикса затем следует программа семь чакр для чего она прежде всего в реальном состоянии вот помимо чисто таких классических представлений о семи энергетических центрах большим количеством восстановительных функций это тоже чрезвычайно важно то есть мы проводим как бы подготовку прочистку энергетическую всех энергетических центров нашего организма кроме того семь чакр представляют собой анатомически это соединение эндокринной железы какой-нибудь соответствующей чакры и прилагающаясь мощному вегетативному сплетению при солнечной сплечении поджелудочной железы самое простое так сказать соединение обсмотрите сколько функций висит на этой чакре и на этом центре поэтому обойтись без энергетически восстановительной программы и очищающей программы энергетические отрицательных эмоций и отрицательных энергетических влияний программа семь чакр нам необходима а далее вы видите ту самую короткую ненавязчивую программу по восстановлению функции гипоталанно-гипофизарной системы которая позволяет нам подготовить будущие блоки восстановления большой защитной системы сделать первый прямой шаг к восстановлению большого защитной системы в лице именно центра эндокринной системы как вы помните и нейропсихических процессов контролируемых этой системой то есть помимо этого мы еще и стимулируем восстанавливаем возрастную норму поставки гормона роста гормона контроля за размножением клеток и уменьшение явлений склероза и старения в нашем организме вот столько задач выполняет это прямо на поверхности лежащие задачи которые выполняет данная программа на втором этапе мы переходим уже непосредственно к работе с лимбической системой да действительно лимбическая система и лимбический центр внесут в себе мало частот вроде бы по одной частоте но тем не менее они являются очень точно подворенными и работая с этими двумя программами вы добьетесь того что восстановите как активность так и структуру лимбической системы но для того чтобы процесс прошел восстановление параллельно идет ведь восстановление большой защитной системы мы уже сделали с вами первый блок но мы закончили первый блок а процессы которые мы запустили продолжают работать нам надо помочь организму именно так как мы хотели это добавить систему кровообращения без нее мы все равно не сможем добраться до всех центров подкорки только она действительно может туда пройти помимо непосредственно нервных и эндокринных влияний и провести витализацию что значит витализация витализация означает оживление возвращение к жизни это система которая программа их может быть несколько может быть одна такая обобщенная как вам удобнее это собственно не имеет особого значения но учитывая что программа достаточно большая и ощущений будет достаточно много поэтому мы взяли покороче программу витализация позволяет вести большую защитную лимбическую систему вернуть ее к жизни что значит подготовить к тем процессам о которых мы с вами будем говорить дальше вернуть ей готовность функционировать анатомически ее восстановить потому что в дальнейшем закачка энергии которую мы проводим в третьем этапе оно должно ложиться на уже создавшийся анатомический и материальный фон поэтому третий этап выполняется именно после процесса витализации а не до него процесс витализации означает встраивание всех систем защиты в цикл руководящий защитный блок который был раньше у нас до того как мы стали более старыми и нам потребовалась биорезонансная поддержка поскольку мы эксплуатировали свой организм ничего не давая ему практически взамен и резервы наши в достаточной степени истощены поэтому третий этап он построен из программ исключительно энергетической направленности вот посмотрите здесь находятся программы прежде всего введения дополнительной энергии в организм человека зарядка энергии проводится и в то же время эта энергия не просто взятая какая-то скажем техническая энергия или электроэнергия это жизненная энергия клеток которые должны получить ее и получить запасы энергии и эти должны получить клетки большой защитной лимбической системы и клетки вообще поэтому энергия поток вот эта программа она обеспечивает циркуляцию энергии в организме с распределением по всем органам где эта энергия требуется а требуется она практически любой клетки любого органа поэтому вот этот блок он может выполнять очень существенную роль и значение для нашей программы восстановления и коррекции наших руководящих систем и наконец четвертый этап он посвящен больше непосредственно тем участникам узлам системы которые находятся в большой защитной системе это прежде всего эндокринная система с ее обменом веществ вы видите обе программы рядом располагающиеся иммуностимулирующая программа то есть программа которая позволяет воссоединить лимбическую и иммунную систему вместе как защитный блок и естественно необходимая программа нейротропная куда входит программа в ходе частоты которую непосредственно эта частота восстанавливает прежде всего системы воссоединения эндокринной иммунной и нервной системы в той самой треугольник о котором мы уже говорили и последняя завершающая программа этапа это укрепление защиты нашего организма мы восстановили активировали ввели запустили что называется машину защитной системы с помощью наших энергетических программ простимулировали правильно встроили объединили все это в единую систему защиты и завершающая программа укрепления защиты это просто программа которая закрепляет достигнутый результат и позволяет нам четко рассчитывать на то что мы сделали все правильно и никакого разъединения обособления что характерно очень для стареющего и болеющего организма в системе защитных наших блоков не произойдет поэтому вот эта программа она на первый взгляд очень проста но несет в себе достаточное количество полезной для вас информации длительность цикла я уже говорила 28 дней после 10-дневного перерыва вы можете повторить программу причем такая зависимость очень простая чем старше человек тем больше количество раз я вам советую повторять эту программу если человеку 50 лет можно ограничиться двумя курсами если человеку 70 то в течение года лучше сделать три таких блока с перерывами между этими программами каждую программу каждого этапа выполняют я просто хочу напомнить один раз в день не надо делать два раза лимбическую систему от того что вы скажете масло масляным не станет больше поэтому делайте программу однократно этап за этапом от первого к последнему а то очень часто поступают вопросы со стороны наших пользователей как выполнять то что им присылают очень просто от первого этапа к последнему однократно каждой программы выполняется и повторение ее столько дней длится этап сколько указано бывают конечно иногда опечатки но в принципе никаких особых сложностей с этим нет обычные этапы имеют одинаковую длительность если вам покажется что 7 дней мало вы можете сделать 10 дней каждый этап но не больше 15 дневные этапы в данной программе будут длинноваты тяжеловаты прессингом давить на те центры которые мы с вами сегодня обсуждаем вот собственно то что я хотела вам сегодня и сказать ну и пожелать вам как всегда будьте